Здравствуйте, меня зовут Жанар Каулдашева, я участница третьего и четвертого потоков пятого элемента. Буквально несколько месяцев назад я работала шоппинг-стилистом, но даже и мечтать не могла о том, что я стану владелицей большого бизнеса. Я проработала свои блоки и паттерны, мои убеждения внутренние, которые не давали мне двигаться вперед, родовые программы, которые мешали мне на пути к изобилию. Сейчас я в кругу единомышленников, я получила классный, кайфовый бизнес, где я ежедневно могу проявлять свою творческую энергию. На тот момент я владела несколькими техниками, мастер-кит, аксесс-барс, я обучалась. Они мне помогали, также я была несколько лет на коучинге у известного психолога, психотерапевта, московского. Но момент именно с восстановлением энергии, как-то вот у меня все время, мне было тяжело после шоппингов восстанавливаться. Я могла сходить на шоппинг и потом лежать, неделю в лежку лежать. Не могла восстановиться, не знаю почему, может быть какое-то выгорание у меня происходило. В начале вот тот кайф от моей профессии, который я должна была получать, я перестала его получать, не знаю в силу чего, почему, может быть я старалась больше дать, чем могла или что-то. Я сама себя тогда не понимала, что происходит, но было у меня сильное очень выгорание. И мои техники мне почему-то помогали, но на короткий промежуток времени я не могла сама себя восстановить. И у меня был такой запрос, что мне нужен какой-то учитель, чтобы научиться восстанавливать свои энергии. Я никак не могла вот выстроить свой именно такой четкий стержень, чтобы двигаться, не то чтобы ничего не боясь по жизни, но вообще просто легко, чтобы мне с легкостью все удавалось, чтобы я легко шла вообще по жизни, чтобы я с удовольствием ходила на шоппинге, чтобы я с удовольствием проявлялась в творчестве в своем, да, чтобы это не было через какое-то напряжение у меня, наоборот, чтобы это происходило с легкостью. И я с этим запросом, этот запрос у меня был, вот. Особенно после январских событий, мы были в Алматы у мамы, и, видимо, произошел там какой-то у меня переломный такой в жизни момент, что после этого я вообще слегла. Ну, видимо, какой-то страх за своих детей, за свою жизнь, что-то еще подключилось к моим кармическим задачам. Я вообще заболела, и потом после каждого шоппинга вообще очень долго восстанавливалась. И потом, получается, наш, шеф нашей команды, Мира Берген, вот, она мой наставник, я у нее обучалась стилистике, она моя старшая коллега. Она провела несколько эфиров с Макпалкой Ребжановой, и сразу меня вот как-то это зацепило. Я послушала с интересом, потом послушала интенсив Макпалкой Ребжановой, и сразу у меня как-то на тот момент оказались деньги в руках, которые были предназначены для чего-то другого вообще. Сразу после интенсива на третий день, когда появилась кнопка, я на нее сразу нажала, нажала на предоплату, сколько у меня денег было на карте, я на предоплату сразу закинула. Остальное было у меня наличными, и на следующий день нужно было ехать, получается, оплачивать курс, да, пятый элемент. Я помчалась, помчалась, вот, прям, волосы назад, крылья за спиной. И пока я ехала, у меня в голове, конечно, было сопротивление, куда ты везешь столько денег, дорогая. Я потом же записалась сразу на скорость. У тебя что, некуда, вот, у тебя столько дырок надо закрывать, да, ну, как бы, и что ты, куда ты поехал? У тебя столько ты уже обучалась, у тебя столько техник, тебе вот не хватает, что ли? И я себя спросила, ну, вот, ты без этого курса, как ты себя чувствуешь? И было ощущение, как будто я себя предаю. Как будто предаю себя и оставляю на произвол судьбы, что ли, вот такое было. Как-то прям мой внутренний ребенок внутри сжался. И я так на него посмотрела, да, что так плохо на такой степени? Ладно, поехали, сейчас все мама сделает. И я повезла, быстренько оплатила. С этого дня начались чудеса. Сразу ментальный детокс начала делать, намерение, цель поставила. Предназначение свое я уже нашла, но хотелось, чтобы я с легкостью это делала. Хотелось, чтобы найти свой духовный путь. Также был запрос по детям, у младшего был он урез. Он, ну, прям очень часто бегал в туалет. Это была проблема. Я с собой все время возила пустые баночки. Хотя анализы были нормальные, но я все время возила пустые бутылочки из-под всяческих соков. Мы летали, и у меня полная сумка была, там 2-3 бутылки обязательно было. В машине у меня бутылки были. Потому что каждые 5 минут все время ребенок хотел в туалет. А он не мог на улице нормально играть, постоянно прибегал. Для меня, конечно, я ему... Анализы были в порядке у нас. Это было больше психосоматическое, на основе страха. Как бы я это понимала, но никак не могла ничего с этим поделать. Где-то вот с 7 лет, наверное, у него началось. Ну, вот два основных запроса мои были. Теряла я энергию в сомнении в самой себе. В сомнении в самой себе и в обидах. У меня были большие обиды. Внутренние. И на свою семью, и на супруга были обиды. В общем, уже после ментального детокса я уже почувствовала, что те деньги, которые я заплатила, они уже как бы отработали. Да, отработали. Потому что все время вот эта внутренняя жвачка. И я себе говорила, у тебя не получилось. Не из того, что ты профессионал. Просто тебе повезло встретить эти вещи, допустим, да? И надеть на этого человека. Вот. Я говорила себе вот так, оказывается, что мне просто повезло в этот раз. И я после каждого шопинка выдыхала. Уф! Получилось. Страх был внутренний, большой страх, что у меня не получится. После ментального детокса, когда отпустила я обиды, когда проработала, что надо внутри себя, не снаружи должен быть фокус. После этого я поняла, что я повернулась сама к себе. И какой-то внутренний стержень у меня появился. Сразу после ментального детокса и постановки целей, намерений сразу появился внутренний стержень у меня. И потом вот сразу же дает МакПал в первых практиках очищение ауры своей и центральный канал, да, мы ставим. И у меня аж мурашки. И вот это вот сразу мне на ноги поставило. Потому что у меня было такое ощущение, как будто у меня где-то брешь всегда. Откуда-то где-то утекает было ощущение все время. А тут, когда вот все, я в своей любимой ауре, у меня энергии текут. Я стала порхать, как бабочка. Потом подключились исцелительных звуков, да, улыбка. На третьем потоке я, конечно, я была отличница. Практически все я сделала. Ну, отличница как на 70% потом у меня. Все-таки моя гордыня в середине где-то там выстрелила. И у нас с супругом немножечко появились нагласия, да. Но это все равно для меня был урок большой. Что хочу сказать. В середине курса, да, в середине, ближе к середине, пройдя первую половину курса, я поняла, что уже можно цели свои менять. У нас был эфир на тему желаний, да. И МакПал сказал, что можно прописывать несколько желаний, менять свои цели, да. Я поняла, что у меня уже достигнуто, да, что я уже чувствую себя уверенно. И можно прописывать следующие цели. И я прописала, что... Я не стала ограничивать вселенную, да. Я написала, что я хочу, чтобы у меня был бизнес. Я не знаю, какой он будет. Может быть, это ресторан будет. Может быть, это будет детский сад. Может быть, это будет ателье, там, или магазин с его одеждой. Даже не знала, что, потому что предпосылок не было никаких совершенно. Чтобы я поехала на закуп куда-то, да, и привезла вещи. Ну, у меня и желания такого не было. Ну, как бы, чтобы пойти открыть свой магазин, там. Я даже не знала, действительно, что это будет. Ни повара не искала, там, для ресторана, да. Я просто доверилась вселенной, сказала, хочу бизнес. Хочу бизнес, чтобы он приносил мне хороший доход. Прописала сумму в месяц, какую я должна получать, чтобы такая-то сумма приходила на мой счет ежемесячно. При этом, чтобы этот бизнес приносил мне удовольствие, чтобы я занималась им в свое удовольствие и проявляла в нем свою творческую энергию. И чтобы этот бизнес был в кругу моих близких, любимых людей, единомышленников, с которыми мне легко работать. В общем, кайфовый бизнес хотела, но не знала, какой, и не знала даже, как это осуществиться, потому что денег у меня не было на тот момент вообще. Слово совсем. Ну, я схожу на шоппинги, заработаю. Да нет шоппингов, денег у меня особо как бы и нет. Получается, что шеф нашей команды, Мира Берген, она открывает весной свой магазин под названием Беру, да. Открывает свой бренд и начинает продавать франшизу на свой магазин. И мои коллеги, нас в основе четверо стилистов в команде Мира, предлагают, давайте возьмем франшизу. И сразу у меня так чик. Зачем отдавать франшизу кому-то, если можем, мы можем, команда Мирина, да, мы можем сами это сделать, тем более мы знаем, как работать в этом магазине, да. И тут завертелось, закрутилось. Мира на ура восприняла, конечно, наше предложение, да. И к концу курса у нас уже был подписан договор. Взяли эту франшизу и работаем в этом магазине. И слаженно так. И слаженно, и дружно. Бизнес уже поставлен. Все по шагам. Нам объяснили, научили нас, как это сделать. Потому что я никогда в жизни в ритейле не работала. И я не такой человек. В нашей семье мы больше наемные работники, чем коммерсанты, да, чем бизнесмены. Я не умела никогда работать тем, что кто-то может с легкостью пойти, взять. Я сейчас это знаю, как это делается уже. Но я воспитана не так была, чтобы пойти, что-то открыть или сделать своими руками и продать это. Я не продажник совсем. Я магистр делового администрирования. У меня бакалавриат, да. Я училась в университете на английском языке. Очень помогает мне опыт работы в банке. Десять лет я проработала в банке. Но здесь, получается, далее, как я просила, готовый бизнес. Я так и хотела. Можно мне, пожалуйста, готовый бизнес, которым я занимаюсь с удовольствием, с легкостью, с радостью, в окружении своих единомышленников, где проявляется моя творческая энергия. При этом он приносит нам хороший доход. И мы занимаемся этим с удовольствием. Сюда приходят наши любимые клиенты. Более того, я чувствую, что здесь мы делаем женщин красивыми. Да, вот это как бы посыл. И наша мотивация. Здесь мы работаем сразу с коррекцией фигуры, с сочетаемостью по цвету. И сразу это капсульный гардероб здесь мы подбираем. К концу курса, когда я уже стала подводить итоги, перестала замечать, как он бегает в туалет просто. Я удивилась и стала его спрашивать. Сына, ты в школе сколько раз в туалет ходил? Он обычно мне говорил, мама, на каждый перемене. А тут он мне говорит, мама, один раз сходил, или два раза сходил всего лишь. Я стала его спрашивать. И спрашивала каждый день. На протяжении недели где-то, каждый день забирая его со школы, сына, сколько раз ты сходил в туалет сегодня в школе? Если раньше он мне говорил, что на каждый перемене бегал, то стал мне отвечать два раза всего, или один раз потом к концу курса. И потом вот этот вопрос у нас совсем отпал. Со старшим сыном, ему 11 лет, у них разница два года, мне казалось, что у него проблема, в общении с детьми другими, что он боится проявиться, что не может найти себе друзей. А сейчас я его не могу дозваться с улицы. Он все время, мама, я в футбол, мама, я в футбол, прибегает, кидает рюкзак. На самом деле, когда я медитировала и представляла своих детей, я так и представляла, что они на улице бегают, я не могу их дозваться. Потом, в начале курса, я вот вспоминаю сейчас, у нас немножко были таки натянутые, холодные отношения со старшим ребенком, потому что я на него возложила большую ответственность, конечно, чтобы он и учился прилежно. Я его первые классы очень сильно ругала. Первый, второй класс. С младшего уже был не такой спрос сильный, как со старшего. Хотя я сама старший ребенок в семье, сама через это прошла, когда родители на тебя сильно давят, надеются и вешают на тебя еще младших. Я старалась этого не делать, но все равно получилось так, что на него я оказывала большое давление, большой спрос с него был. И в силу того, что он начался в подростковый период, он стал закрываться. И телесный контакт разорвался, мы уже как-то не обнимались. Не обнимались, он ко мне не подходил. И был немножечко такой ежик. На любое мое слово он отвечал. Я даже вот уже не помню это. Я помню, что вначале было такое, что он был ежиком. Как-то вот он уходил от моих объятий, если я хотела его обнять. Уворачивался от этого. И к концу курса он просто ласковый такой. Все время подходит. Он до сих пор вот сейчас вот. Подходит все время, меня обнимает, обнимает все время. Подойдет, поцелует. Как-то намного отношения ближе стали с детьми. Я стала более открыта. Я думаю, что я просто детям открылась. Стала открытая мама. Без претензий постоянных. Еще есть, конечно, чем работать. Но все равно я стала более открытая, более лояльная. Какие-то вещи, которые давили на них через мою энергию, где я сама себя, к себе проявляла излишнюю строгость, излишнюю критику. Видимо, я вот это отпустила, внутренние обиды. И моим детям стало легче, конечно, проявляться в этом мире, потому что мой груз перестал на них давить. Отношения с супругом у нас стали доверительные, легкие, мягкие такие. Мой супруг, если раньше из-за моих сомнений, внутренних обид, вот такой багаж у меня был обид, огромный просто на него. Это было вот как стеной между нами. И я почувствовала, что к концу курса уже мой супруг стал вот ласковый. Просто у нас такие теплые стали отношения. Я также загадывала, что мы много путешествовали с семьей. Я прям медитировала и представляла, что мы садимся в машину, загружаемся и куда-нибудь едем. И так и было все лето. Мы путешествовали, ездили, собираемся спонтанно и едем в Боровое, вчетвером именно супруг, я, дети. Потом подключились наши друзья. Мы стали ездить. Около Степногорска, по-моему, есть каньоны. Съездили туда, начали путешествовать по Казахстану. Два раза до этого как бы я не была в отпуске довольно долгое время. Летом я съездила с подругами в Турцию. Классно! Причем мы собирались на Боровое на два дня, а оказались в Турции на 10 дней. У нас было всего 18 человек, по-моему, вместе с детьми. И мы очень классно отдохнули там. Потом съездили отдохнуть с семьей. Тоже, опять же, в Турцию, но уже в другое место. И с родителями мы туда ездили. Тоже классно отдохнули. Прям... Когда в практиках, которые я знаю, которыми владею, я закрывала глаза, начинаю что-то прорабатывать и упираюсь, и чувствую, что это не мое, а родовое. А как убрать, не знаю. Потому что весь род моего отца, он был расстрелян в свое время. Они были очень зажиточные, волосные. Мой прапрадедушка, он был волосным, да, очень зажиточный. Весь его, весь его род, весь аул. И они хотели перекочевать в Китай. На границе весь род расстреляли. И каждый раз, когда касалось темы денег, темы отношений с мужчинами, темы детей, еще чего-то, у меня все время, на каждую тему мою, которую я начинала разбирать, все время я упиралась, что это что-то такое родовое. И я записала медитацию квантовую. Одну я записала на себя, а одну записала на род. И буквально в июне мы получили медитацию, по-моему, в мае. Я получила ее долго. Я ее собиралась с мыслями, записывала очень долго ее. Но в июне я начала ее прослушивать каждый день. И в июне мне пришло такое ощущение, что как-то, возможно, я в этот момент была в потоке каком-то или что. Сначала была мысль, что прекрати осуждать своих родителей. Они для тебя, они боги. Они дали тебе жизнь. Ты пришла в эту жизнь благодаря своим родителям. И ты не можешь их осуждать. Пусть они делают, что хотят. Что хотят они делают, ты не можешь их осуждать. Я прям вот наконец-то поняла это. И я поняла, они могут делать то, что хотят. Потому что они старше и мудрее, и по иерархии они выше, чем я стоят. И тут же момент, когда я закрывала глаза и представляла свой рот, видимо, какой-то блок у меня проработался. Я проплакалась. И тут же я закрываю глаза. И если раньше я представляла свой рот, я прям видела эту картину, как их на границе, как будто их убивают. Ну, все время. Мой рот, закрываю глаза, и вижу вот эту картину. А здесь я закрыла глаза и увидела, что это много красивых мужчин и женщин, которые празднуют какое-то мероприятие. Это наурыс, может быть, или это то, или свадьба. И у них большие табуны лошадей скачут. Что это богатый рот, красивый. Что они умели веселиться. Что они были добрые, очень веселые, красивые люди. И я закрыла глаза, и они прям быстроились за мной все. Все 270... Сколько? 276 человек. Я почувствовала эту энергию. И после этого в проработках я поняла, что эта тема просто перестала меня беспокоить. А до этого прям, видимо, я пришла с этой задачей и все время спрашивала, почему я? Почему не беспокоит это? Моих сестренок, братишек никого не беспокоит? Маму, папу это не беспокоит? Меня этот вопрос все время волнует. Почему? Видимо, я пришла за тем, чтобы все-таки как-то проработать эту историю нашу. Вот. И я очень благодарна своему роду за то, что мы выжили, за то, что у нас сейчас есть такая возможность заниматься тем, что мы хотим. Благодарна МакПау тем знаниям, которые она дает, которыми они делятся так щедро. Намного больше, намного больше того, что она дает, она намного больше того, о чем она вообще говорит. И за что мы вначале оплачиваем и думаем, мы получим одно, а получаем, наверное, в миллионы раз больше. Вот. Потому что этот курс, он помогает восстановить в балансе все сферы нашей жизни. Здоровье и психологическое здоровье, и ментальное здоровье. И что для меня было немаловажно восстановить свою ауру, биоэнергетику свою, и отношения с близкими людьми, и денежные вопросы, да, все. Вот. Поэтому МакПал, всей команде я очень благодарна, потому что вы делаете огромный вклад в человечество. И своим однокурсникам на третьем, на четвертом потоке спасибо большое вам за то, что вы делились своими энергиями. и я была очень рада делиться энергиями с вами, своими знаниями, своими опытами, и за вашу поддержку я очень благодарна вам. О пятом элементе я думаю, что это такой стиль жизни и подарок большой от судьбы, от вселенной, что ты просто это внедряешь в свою жизнь. Просто кто-то пришел и твою жизнь починил, вот. Просто кто-то пришел, твою жизнь починил, дал тебе инструменты показать, как можно это все починить. И сразу ты идешь ровно, прямо, с уверенностью по жизни. Сейчас я взяла, подарила супругу курс на пятый поток, и мы идем туда вместе, пятый элемент, пятый поток вместе с супругом. И я знаю, что я еще пойду во шрам обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok